Празднования в честь года дракона продолжаются, однако новогодние традиции разнятся в Китае от региона к региону. Так, в деревне Лошань в Нанкине вот уже 4000 лет. Приход весны встречают танцем дракона, который стал визитной карточкой этих мест. Для нас, местных жителей, танец дракона приносит удачу. В этом году длина лошаньского дракона составила почти 100 метров. Чтобы ритуальный танец выглядел одновременно легким и величественным, требуется поддержка не менее полутысячи человек. Другими словами, в этой деревне нет ни одной семьи, которая бы не участвовала в танце. Командная работа продолжается и после представления. Нужно осмотреть реквизит и привести его в порядок. 41 год. Ровно столько я делаю драконов, а потом занимаюсь их починкой. Создание драконов для Чэньцзябао не просто работа, это его жизнь. Каждого из 108 исторических персонажей, которых мы здесь видим, я сделал своими руками. Традиция создания лошаньского дракона передается из поколения в поколение. Сейчас сохранять наше наследие помогают современные технологии. Лошаньский танец хорошо знают не только в регионе, но и во всем Китае. В этом феврале в деревню съехалось множество гостей, чтобы вместе встретить и отпраздновать Новый год.